Как покрасить откос? С помощью классической древней технологии, а именно посредством валика. Нам понадобится бюгель, шубка, у меня это Анза, она не новая, я уже производил ей покрасочные работы, но еще в довольно-таки хорошем состоянии и на откос ее хватит. Кисточка, обязательно с синтетическим ворсом, маленький валик, ванночка, вот такая обычная самая дешевая ванночка для откоса подойдет. Специальный венчик для размешивания краски и специальный венчик для размешивания краски. Венчик для размешивания краски. Ну и конечно окрашиваем ее поверхность, в данном случае это откос, который мы с вами и будем красить. У нас это эконом вариант, мы наклеили стеклополст, ничем его не шпаклевали, сразу перешли к покраске. Шубку перед началом работы необходимо подготовить, ее следует намочить. Если этого не сделать, то верхний слой шубки будет запечатываться материалом, ворсинки будут слипаться и процесс фактуры образования будет происходить не совсем корректно. Берем чистую воду, мочим шубку и перед началом работы ее необходимо раскатать. Здесь у нас стена готова под обои, она загрунтована, чистая, важно, чтобы стена была чистая. И раскатываем варик, вот таким образом. Смочили шубку, повысили капиллярный эффект в волокон. Теперь он будет отлично впитывать материал и, соответственно, отдавать его. Волокон очень хорошо впитывает влагу, и поэтому я нанес уже первый, называемый, грунтовочный слой, для того, чтобы впоследствии двумя классическими слоями вывести достойную финишную поверхность. Ширина нашего откоса где-то 50 сантиметров. И с помощью вот такого именно широкого валика мы сможем натянуть пленку. Краска – это пленка. Мы не просто красим основание, в нашем случае откоса, и делаем его сухим. Нам надо равномерно натянуть материал, натянуть эту пленку. А маленький валик понадобится для того, чтобы подлезть вот в эти места, куда с помощью основного валика мы не залезем. Мешается отломный блок. Краска – это пленка, которая должна равномерно натянуться на основание. Краска – венчик для размешивания краски. И подготавливаем материал. И наливаем в ванночку. Оконную раму, прежде чем начать работу, необходимо заклеить с помощью малярного скотча. У нас мы уже заклеим. И первым делом проходим с помощью кисточки примыкания откоса к раме. Запряжение откоса с рамой. Начинаем с верхней части. Работаем на излишки. Как следует забиваем примыкание откоса к раме. Не лезем в верхнюю часть и сопряжение откосов. Теперь вот такими движениями по углу и выгоняем елочкой краску на откос. Можно вот такими еще движениями. Чтобы придать фактуру. Не допустить образования характерных следов от кисти. Действовать надо быстро. Как я уже говорил, материал быстро подсыхает. Хотя у нас в помещении не очень жарко. Но тем не менее, без перекусов. И маленький валик. Раскатываем и проходим вот эту часть. Валик следует держать под наклон вот таким образом. Ни в коем случае не вот так. Больше осуществляем давление таким образом, чтобы вот в этом месте валик дают на откос. И сопряжение откоса верхнего и вертикальных, горизонтального и вертикальных частей. Здесь лучше вот так немножечко дать. Задать направление фактуры. И теперь основной широкий валик. Раскатываем. Он у нас увлажнен. Отлично принимает материал. И теперь поступаем следующим образом. Выкатываем краску с валика на откос. Сушим его. Сразу второй раз. Сюда рядышком. Ни в коем случае не катаем вот так туда-сюда. Красят, катают туда-сюда. Потом получают здесь пятно, здесь пятно, здесь квадрат. На просвет вообще непонятно что. Поэтому вот так нанесли. Высушили, вали два раза. И теперь распределяем краску по поверхности. Одним махом это делаем. Нанесли. Вот сейчас достаточно посмотрели на предмет. Какого-то попадания какого-то мусора. Или плохо раскатанной краски. И теперь придаем целенаправленную фактуру. Двигаем валиком в одном направлении. Сильно на него не давим. Чуть-чуть под наклоном. Делаем нахлест друг на друга. Второй слой. На откосе сделать это проще, чем на стене. Они у нас не очень широкие. Один столб. В одном направлении. Верхняя часть готова. Теперь то же самое с вертикальными частями. Грунтовочный слой уже нанесен. Сейчас забиваем кисточкой сопряжение. Откосы. Подоконником. Подоконной рамой. Вот так емочку выглаживаем излишки. Маленький валик. Не даем материалу сохнуть. Нижнюю часть вот так вверх. И следом большой валик. Раз выгнали краску. Опять раскатали. Второй раз выгнали краску. Ну, на такой откос этого достаточно. И распределяем по всей поверхности. Тянем пленку. Сильно с этим тоже усердствовать не надо. Валик надо чувствовать. Если он скользит, значит надо еще раз катать. Если он нормально катается, ну, вот так будет достаточно. И теперь структурируем целенаправленно сверху вниз. Захлестываем еще раз. Следующая вертикальная часть. Тоже самое. Кисточкой забиваем сопряжение. Сопряжение вертикального, горизонтального откоса у нас уже пройдено. Работаем быстро. Пока материал живой. Маленький валик. В одном направлении. Основное давление осуществляем действие примыкания. Откоса к оконному блоку. Сразу примыкание в одном направлении прогнать. На этот откос, пожалуй, три раза надо нанести. Выгнали материал. Еще раз. Надеваем удочку, удлинитель и перераспределяем во всей длине откоса. Довольно высокий откос. 2,80. Поэтому лучше вот так с пола, с помощью удлинителя, перераспределить краску по всей поверхности. И структурируем. Перераспределяем фактуру, тому как удобнее. Вверх и вниз. Два раза достаточно вот так прокатать. Еще раз. Готово. Ждем 1-2 часа, чтобы произошла первичная налогоотдача, первичная полимеризация первого слоя. После чего нанесем второй, уже финишный слой. И пока ждем валик, чтобы его не мыть лишний раз. Укрываем с помощью целлофана. Раскатываем вот так его. Вставляем в ванночки. И закрываем. Иначе он подсохнет. Ждем. Первый грунтовочный слой. После чего нанесли второй слой. И сейчас будем носить третий, финишный, заключительный слой. Сейчас хорошо видно, что поверхность равномерная. Фактура ровная. И одинаковая по всей длине откоса. Можно в принципе и не носить третий слой. Ну, я все же нанесу. Извлекаем валик из ванночки. Удаляем целлофан. В отличном состоянии, ничуть не подсох. Наносим заключительный слой. Сейчас хорошо видно, что сопряжение откоса с оконным блоком отлично забилось. Хорошо прокрашено. И кисточкой заключительным слоем я пользоваться не буду. Сразу начинаю с маленького валика. Все то же самое. Сначала верхняя горизонтальная часть. Быстренько, пока материал живой. Не даем ему подсыхать. Можно вот так прижать валиком. Чуть надавить, слегка выдавить с него материал. Потом в одном направлении раскатывать. Примыкание. Горизонтальные и вертикальных частей откоса. Сразу с двух сторон можно это сделать. А потом к этому вопросу не возвращаться. Выкатываем в сторону, в какую будем выносить фактуру. Сразу и верхняя горизонтальную часть, и вертикальную. Здесь мы уже прошли. Можно вот так немножечко фактуру сразу придать. Именно в том месте, где откос примыкает к окну. То есть в этой части не даем. Вообще бюгель надо держать замком в направлении прокраса. То есть отсюда туда. Я двигаю с этой стороны втул. И среди за замок бюгеля я держу в этом направлении. И сразу большой валик выкатываем. Он у нас раскатан. Выкатываем, сушим его. И второй раз. Сейчас краска впитывается уже похуже. Но тем не менее, тянуть с этим делом не стоит. И распределяем материал. По всей площади откоса. Смотрим на предмет мусора. И структурируем, двигая в одном направлении. Сильный навалик не давим. С нахлёстом. Верхняя часть готова. И здесь то же самое. Саринка. Сбираем ее. И следом большой валик. Раз выгнали краску. Опять раскатали. Второй раз выгнали краску. И распределяем по всей поверхности. Тянет ее. Сразу можно отсюда убрать скотч. И заключительная часть отхоса. Маленький валик. Линочка. Прокатываем ее сразу. И большой валик. То же самое. Выгнали материал. Просушили валик. Одеваем удлинитель. И распределяем по всей поверхности. Откоса. Раскатываем краску. Распределяем краску по всей поверхности. Не надо думать, что чем больше, чем дольше мы будем раскатывать краску, тем лучше будет результат. Это не так. Раскатывать надо до тех пор, пока поверхность не будет однородной. Достаточно. Смотрим, например, соринок. Идеально. И придаем фактуру. Сверху вниз. Сверху вниз. Готово. Сейчас материал влажный. Он еще не подсох. Но тем не менее, даже на просвет не видно никаких столбов и неравномерного окрашивания. А когда он высохнет, результат будет еще лучше. И сразу, лучше сразу удалить скотч. Ну и сверху то же самое. Готовый откос. Как видно, неплохой результат. Вот сейчас специально снимаю, когда нет света с окна. Надеюсь, видео было полезным. И лучшая ваша благодарность – это подписка на мой канал. С вами был Виталий Кремень. И не забывайте мыть шпателя. Субтитры сделал DimaTorzok